Субтитры сделал DimaTorzok Лучше завязать веревочку Шевр, ну ты встань нормально, Шевр Шевр, иди сюда Кошел Снимаем от веревочки до писки Так, стой, стой, стой Так, 22 сантиметра Сейчас еще перевернем Двадцать семь Плюс пять я делаю Запас Дальше Объем Вместе Шевр ешь Кушай, Шевр Объем Вместе 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 Пополам И borrow И biliyor Вместе Это у нас будет ширина фартука. Дальше. Расстояние между ножками для перемычки. Видно, где между передним ножками? Двенадцать. Дальше меряем. Ввязываем веревочку в широком месте. Здесь, где примыкание, самая широкая часть. Мерим отсюда до этой веревки. Длина перемычки будет. Шаг в голову поднимем. Тридцать восемь. Дальше. Мерим от веревочки. Широк. До лопатки. Широк. Веревочки до лопатки через шейку. Это у нас... Шестьдесят пять. Обхват в широком месте. Шемпус. Пятьдесят четыре. Все, что я задиктовала. Все это. Мерки. Шевр, иди сюда. Что тебе еще принести? Шевр... Шевр, иди сюда. Шевр... Живи. Шевр, иди сюда. Шевр... себе схемку фартука какой я хочу сшить вот это шевр вот это обхват я измерила то есть у них вот холка и тут такой прогибчик только не совсем правильно нарисовал он больше нам как-то ножку вот тут поближе идет то есть меряем обхват вот в этом месте за холкой потому что фартук у нас будет крепиться не на холке вот в самом узком месте чтобы не съезжала времени съезжал в сторону шейки от этой резиночки меряем вот до письки я прибавляю 5 сантиметров как бы на вырост и на всякий случай затем измеряем вот это самое широкое место в шейке нигде у нас ошейник вот здесь вот вот самый широкая обхват и отсюда внутри меряем до этой резиночки также также измеряем расстояние так ну вот если период например козлик стоит у него передние ножки тут шея идет вот это расстояние чтобы ширину вот этой части кроме того я хочу сделать вот эту шейную перемычку подлиннее и такой формы тут у нас то есть будет вырез под шейку то есть у нас будет она вот идти между ножек заходить на шейку и вот здесь вот как такие вот ушки я хочу сделать крепление чтобы фартук крепился не на шее в качестве ошейника а вот на этих ушках которые будут заходить сюда ремешки шли вот кремню спинки здесь я хочу сделать такую как мягкую прокладочку наподобие седла лошади и вот эти ремни чтобы крепились к этой прокладки то есть чтобы фартук вот в этой части не ездил по шее вот туда-сюда при нагибании шеи головы то есть а он заходил на лопатку то есть вот эта часть была бы сильнее закреплена вот эта схемка такой примерно форму фарточек здесь я хочу сделать как бы ребра жесткости в которой вставить корсетную ленту и закрыть ее сверху стропой окантовать фартук я тоже хочу стропой пока я не решила буду делать двойной фартук или одинарный посмотрю здесь хочу широкую стропу или 4 сантиметра или 5 что во первых она площадь вот эта опора на спинку она не оказывала сильного давления и все-таки получше как-то держалась вот эта часть перемычка тоже хочу сделать двойной окантовать ее стропой хочу сделать ее мягкой с какой-то прокладкой я вот думаю что у меня есть синтепон прогладить его тюгом чтобы он был не такой рыхлый а чтобы держал форму и был в то же время таким уплотняющим как бы уплотняющей прокладкой ну а здесь вот ремешки сделать чтобы они как-то регулировались так скажем если козлик немножко подрос то есть вот в этой части ремешки можно сделать побольше то есть вот эта часть горловинки она пусть немножко опустится ничего страшного ремешки будут держать и вот эту прокладку в общем пока вот так наметила попытаюсь построить выкройку бумажном варианте прикинуть к шевру может быть из какой-то тряпки сошью макетик небольшой стропу хочу сделать двойные здесь и здесь двойные и посмотрю как как буду устанавливать какие регуляторы фурнитуру блочки клепки ночи все включаем мозги и завтра наверное приступлю уже к построению выкройки